Ну вот и до меня добрался магазин всемайки.ру Мне он даёт возможность больше времени уделять каналу и снимать больше классных видео, а вам затариваться футболками, толстовками, кружками и прочими сувенирами с логотипами ваших любимых круп, команд или с уникальным дизайном, который вы создадите сами. Всемайки.ру Ну и, конечно же, магазин Фермо. Наш главный поставщик, вы сами знаете чего. Город Уфа, фермо.ру Всем привет, с вами Максим, и это канал Хороший Выбор. Сегодня мы посмотрим на вот это маленькое интеловское чудо. На самом деле нет. Оно, конечно, маленькое, но совсем не чудо. Давайте перейдём к тестам, и вы поймёте, о чём я говорю. Предупреждаю, снимал напрямую на камеру, потому что ShadowPlay там, естественно, нет, а Bandicam или Fraps убили бы FPS до такой степени, что можно было с таким же успехом показывать скриншоты из игр и на их фоне что-то рассказывать. Но смотрите сами. Dota 2, разрешение 1280 на 720, низкие настройки, всё отключено, единственное, что текстуры высокого разрешения. 30-35 кадров довольно стабильно, даже вот в небольших замесах, насколько я смог это с ботами проверить. При Full HD разрешении FPS проседает до 25, и в серьёзных замесах до 20, может даже до 18. Так что разрешением здесь однозначно приходится жертвовать. World of Tanks. Разрешение 1440 на 900, минимальные настройки. Здесь всё не так страшно, FPS не проседает ниже 30, в основном держится на уровне от 35 до 45, в среднем, ну, скажем, 40. Если поднять разрешение до Full HD, то мы получим от 25 до 30 кадров в секунду. Skyrim 1280 на 720, минимальные настройки. Самая начальная сцена со спецэффектами, 25-30 кадров в лесу, примерно то же самое получается, в полях и в городе. Так что FPS довольно стабильный, если не считать того, что дальность прорисовки вот буквально находится на уровне где-то, где заканчивается нос главного героя. Потому что объекты дрессовываются практически в тот момент, когда мы в них уже упираемся. Обратите внимание на торговцах в этих лавках, вообще на прилавке. Внутри зданий, в пещерах и вообще в закрытых помещениях ситуация никак не меняется, всё те же 30 кадров в секунду. World of Warcraft. Катаклизм. В HD разрешении минимальные настройки, единственное, что видимость выкручена до показателя отлично. Получаем от 30 до 40 кадров в секунду. Вполне играбельно. Единственное, что не удалось мне найти, большое скопление народа, но я думаю, что даже на густонаселённых серверах проблем не возникнет. Но вот если поднять настройки до средних, то появляются очень неприятные проседания. То есть максимальный FPS всё там же, на уровне где-то 40 кадров в секунду, а минимальный опускается до 25-22. Причём это довольно частые и резкие перепады, так что на средних настройках играть уже неудобно. Ну и немного классики. Раз уж затронули Skyrim, то вот вам и Morrowind. Высокие настройки, разрешение здесь максимальное 1440 на 1080, то есть вот в таком квадрате. Без модов, единственное, что вшиты текстуры высокого разрешения, и судя по всему, это именно из-за них FPS держится на уровне 30-35 кадров в секунду. В принципе, играбельно, хотя я, конечно, ожидал большего. А в помещениях и в печерах, да, FPS подскакивает практически до сотни. Ещё немного классики. Rome Total War. Здесь, к сожалению, максимальное разрешение ещё меньше. 1024 на 768. Но даже с таким разрешением и со средними настройками мы получаем 30-40 кадров в секунду в начале боя. И да, тут я обрадовался, что... Ну, хотя, конечно, всё в жутких квадратиках. Очень неприятно выглядит. Но, в принципе, в начале боя, да, я обрадовался, FPS кажется вполне играбельным. Но как только начинаются столкновения, FPS сильно проседает. А если приблизить камеру, так вообще опускается до уровня 15 кадров в секунду. Если опустить настройки до низких, то минимальный FPS будет где-то 30 кадров в секунду в любом случае. Максимальный может быть даже 50-60. Но единственное, что масштабные Total War-овские сражения превращаются в какие-то детсадовские потасовки. Потому что на низких настройках графики уменьшается размер отрядов. Assassin's Creed 2 Brotherhood, или Братство. Сразу же 1280 на 720, и всё выкручено в ноль. Как видите, даже с заставки фреймрейт проседает до 15. Это не только заставки. Действительно, в городах он может опускаться до 15, даже до 12. Но здесь, в замке дядюшки Марио, в принципе, FPS держится на уровне от 25 где-то до 30. Но опять-таки придётся мириться с тем, что объекты дорисовываются прямо перед носом на ходу. И то, что всё в жутких квадратиках из-за низкого разрешения, и текстуры выглядят довольно мутно. В общем, от 12 до 30 FPS. Hitman Blood Money. Full HD разрешение, высокие настройки, тени выключены. Зато FPS радует. Вы сейчас видите, что показывает 43. Вот почему выключены тени? Если их включить, то FPS моментально просядет до 18-20 кадров в секунду. С отключёнными тенями мы получаем минимум 40 FPS. А в закрытых помещениях и, опять-таки, в зданиях, там все 80 могут быть. Half-Life 2, эпизод 2. Разрешение 1600 на 900, настройки средне-высокие. На открытой местности от 25 до 30 кадров в секунду. В закрытых помещениях, в шахтах и в пещерах 45-50. Средний FPS по игре в целом ориентировочно 30-35 кадров в секунду. Ну и на десерт ещё две игры. Первый это GTA San Andreas. В Full HD разрешении низкие видеоэффекты, но максимальная дальность прорисовки. С такими настройками мы получаем в среднем 40 кадров в секунду. Причём дальность на FPS вообще никак не влияет. А вот если поднять видеоэффекты до средних, то начнутся проседания. Причём на любом разрешении я тестировал также на 1280 на 720. И фреймрейт всё равно просаживался. На Full HD разрешении мы получаем от 15 до 30 кадров в секунду. Играть не так удобно. При разрешении 1280 на 720 с такими же настройками мы получим где-то 25-40. Но в итоге можно даже погонять в мультиплеер с Full HD разрешением, с низкими спецэффектами и максимальной дальностью прорисовки. Почему бы и нет. Ну и наконец Battlefield 4. 20-25 кадров в секунду. Опять-таки знакомые места. Тут взрывы, море штукатурки. На улице FPS фиксируется на уровне 17 кадров в секунду. И да, я не сказал о настройках. Настройки, к сожалению, минимальные. Разрешение 1200 на 720. И качество рендера 70%. То есть 70% от 720p. Теоретически можно опуститься до 800 на 600. Или качество рендера ещё сбавить. Но даже при таких условиях уже очень сложно целиться. Враги состоят из квадратиков, сливаются с фоном. Играть очень неудобно. Не говорю, что невозможно, потому что найдутся люди, кто даже такой картинке сможет получить удовольствие. Но на мой вкус это на грани с неиграбельностью. Честно, я ожидал гораздо большего. Всё-таки Intel, всё-таки i3, пусть и с буквой U, но i3 третьего поколения. Intel HD Graphics 4000. И мы как будто бы вернулись в 2005 год. А ведь отличная идея сама по себе. Мне правда очень нравится концепция, вот то, что полноценный компьютер может уместиться в такой вот совершенно небольшой коробочке. Но как оно реализовано, меня удручает. К тому же, несмотря на энергопотребление всего в 17 Вт, кажется, в простое он нагревается до 45 градусов. Под нагрузкой до 85-86. Если выкрутить вентилятор на полную, то до 76, но тогда будет стоять очень заметный гул. Вообще, в режиме лазания в интернете и просмотра видяшек его почти не слышно. Если вентилятор крутится на уровне 20%, но да, температура 46-45 градусов. Сюда бы нормальное охлаждение, отдельную видяху, понятно, ноутбучного класса. Возможность подцепить жесткий диск формата 2,5 дюйма и побольше бы USB портов. Была бы замечательная вещь. Очень замечательная. Но на данный момент имеем, что имеем. Я вам скажу, тут с входами на самом деле крайняя беда, как я и предполагал при распаковке. Мне говорили, что вход для наушников и для микрофона это не так страшно. В конце концов, есть веб-камера для скайпа, но я не всегда... У меня нет веб-камеры, например, и не только у меня, и я скайп использую для просто голосового общения. Или не скайп даже, если в играх наушники, гарнитуру, чтобы быть в голосовом чате, здесь веб-камера совсем не поможет. И USB-гарнитуры не так сильно распространены, и даже если они есть, это все равно нужно докупать. У многих ли из вас есть гарнитуры, обычные наушники с микрофоном, с USB-выходом? Думаю, что нет, все-таки обычный 3,5-мм разъем гораздо более распространен для наушников и для микрофонов. То же самое и касается USB-портов, их всего три. Два у меня сразу же заняты мышкой клавиатуры, и еще один передний я туда воткнул USB-Wi-Fi модем. Собственно, все. Все, чтобы подключить внешний жесткий диск или слить видео с камеры, нужно чем-то жертвовать, или клавиатурой, или интернетом, например. Понятно, что можно подключить разветвитель и мышку с клавиатурой вогнать в один разъем, но это опять-таки нужно что-то докупать. И не всегда есть там магазины под рукой, не всегда есть время, в общем, дополнительное неудобство. И останется, ну, один свободный USB-разъем, и это все равно не так много. Если вам нужно воткнуть одновременно и флешку, и еще какое-то устройство, все равно чем-то придется жертвовать. Или втыкать еще один разветвитель. И, в принципе, эти все неудобства можно было бы понять и простить, если бы не цена. Сама по себе коробочка просто с процессором и с материнской платой стоит около 8000 рублей. Плюс 3,5 жесткий диск крохотный, физически крохотный и крохотный по вместимости. И оперативная память еще около 3000. В общем, все вместе где-то около 14 уходит. Но за 14000 можно взять полноценный ноутбук на том же i3, но с клавиатурой, с Wi-Fi-модулем, с экраном, с тачпадом, с блютузом, в конце концов. С картридером, как правило, с тремя-четырьмя USB-разъемами и входом-выходом для наушников и микрофонов. Это будет устройство, которое вы просто включаете и можете пользоваться. Здесь, к сожалению, не так. Но должен заметить, что с монтажом эта штука справилась на удивление хорошо. Рендерит он, конечно, долго. Я сделал трехминутную нарезку из двух разных видео, скачанных с YouTube в качестве 720p. Сделал несколько переходов. Наложил 4 стандартных эффекта. Там цветокоррекция, цветовые кривые, glow и еще что-то. В итоге трехминутный отрезок рендерился из HD в HD 8 минут 52 секунды. Если бы это были Full HD ролики, я предполагаю, что рендер бы занял минут 15. Это без какой-то там суперсложной цветокоррекции и, конечно же, без Magic Bullet. Но сам процесс монтажа был довольно гладким. Встроенного видеоядра Intel HD 4000 вполне хватает, чтобы обеспечить необходимое ускорение, чтобы все эффекты изменялись в реальном времени. То есть, если вы делаете цветокоррекцию, то кто будет монтировать на этом? Но в любом случае, предположим, вы делаете цветокоррекцию на подобном процессоре, например, i3 с Intel HD Graphics. Можно спокойно тянуть ползунки, менять значение цветовых кривых, и вы сразу же будете видеть результат в окне превью. Если бы этого ускорения не было, как я это уже показывал просто на процессоре, то изменения вы видели бы только в тот момент, когда уже отпускаете ползунок. Это было бы неудобно. А здесь достаточное ускорение плюс SSD диск, и процесс монтажа, в принципе, довольно приятный и безболезненный. Другое дело, что монтировать? Видеозаписи из игр, но на нем не то что записать, на нем поиграть-то нормально не получится. Видео с камеры, с отпуска, с каких-то семейных событий тоже вряд ли, потому что жесткий диск на 60 гигабайт, из них 15 сразу занято Windows, там даже 18, остается что-то около 40. Ну, тут особо не разгонишься, конечно. И еще, конечно же, ради справедливости, ради великой справедливости, нужно заметить, что это не единственный в своем роде продукт, это целая линейка. У Intel это называется New Unit of Computing, NUC, можете поискать. У гигабайта линейка Gigabyte Bricks, или Gigabyte Power Bricks, я точно не помню. Lenovo делает что-то похожее, и у Asus есть пару моделек с разными конфигурациями. Действительно, есть модели с 2,5-дюймовым жестким диском, или SSD-шкой, что очень удобно ездить с i5-ми процессорами, есть с отдельными видеокартами, стоит разных денег, в общем, ну, поищите, посмотрите. Все недостатки касаются только вот этой конкретной модели. Но кроме, пожалуй, одного, в 90% случаев в таких устройствах не вставляют разъемы для наушников и микрофона, я до сих пор не могу успокоиться. И USB-разъемов, как правило, мало, но хотя бы есть некоторые с четырьмя, даже с пятью, тем не менее. Можно уместить такой корпус в 5 USB-разъемов, ничего страшного в этом нет. И все равно, несмотря на недостатки, мне нравится не данная конкретная модель, а сама идея того, что в такую маленькую коробочку можно запихать полноценный компьютер. Ну, пусть не в данном случае. Я все равно буду продолжать искать, еще по возможности протестирую, если у нас в городе появятся похожие модели, или если мне кто-нибудь их выше, например. И еще у меня есть в планах собрать какую-нибудь мини-ITX-систему. Мне нравится идея компактности и мобильности. Ну, это отдельная, конечно, тема. На сегодня на этом все. Еще раз огромное спасибо магазину Фермо за предоставленное оборудование. Спасибо вам за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, делитесь с ним друзьями, вступайте в нашу группу ВКонтакте, найдите меня в Твиттере, потому что те, кто это уже сделал, могли в реальном времени практически следить за промежуточными результатами тестов. Они уже знают заранее грядущих выпусков, получают анонсы, короткую полезную информацию. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всего самого свежего и интересного относительно нашего канала, вступайтесь, подписывайтесь, регистрируйтесь на нашем форуме, если у вас есть вопросы по сборкам или просто по каким-то отдельным железкам, все ссылки есть в описании. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых видео. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok